Добрый день, уважаемые дамы и господа! Добрый день, коллеги! Я очень рад вас всех видеть! Для меня большая честь выступать перед такой титулованной аудиторией. Отвечая на первый вопрос, надо сказать, что я думаю, что я достаточно компетентен для того, чтобы ответить на этот вопрос. В общем-то, это более чем 30-летняя работа в этом направлении. И я построил свой ответ так, чтобы мой ответ на первый вопрос, потом продолжил ответ на второй вопрос. И, в общем-то, что я первое мог бы констатировать, что за достаточно длительный период экспедиционной деятельности... То есть, я не из тех ученых, которые изучают что-то в кабинете. Да, и я считаю, что это вообще очень опасно работать в кабинете. Потому что вы можете стать последствиями заблуждений других людей. Я вам приведу пример, который у меня очень часто случался в моих исследовательских процедурах. То есть, какой-то очень, как кажется, умный человек в своей научной работе написал какую-то очень интересную вещь. Иногда ты посадишься в самолет и туда прилетаешь. Да. И выясняется, что там не только никогда этого не было, но никто никогда в жизни не слышал про такое. А в библиотеке и архивы говорят, что подобного рода явления даже не могло здесь существовать. И, когда ты приходишь туда, чтобы видеть все с твоими глазами, то получается, что это никогда не существовало. Ничего такого не произошло. И, когда ты идешь в архивы и лаборатории, ты не можешь найти никакого свидетеля о том, что ты просто читал. То есть, в моей практике такие вещи встречались неоднократно. Хотя в очень многих авторитетных источниках написано совершенно другое. И поэтому академическая наука все больше и больше отдаляется от реальности. То есть, инструмент, который был нужен цивилизациям для жизни, для построения цивилизации, основной инструмент – это научные знания, сегодня превратились в некую такую форму, которую читают только сами ученые, а никого больше это не интересует. Вот. И почему я все это говорю? Потому что я объездил практически весь Земный Шар. И причина, почему я могу сделать такие заявления, это потому что я уже путешествовал по всему миру. Наверное, я не был на островах, где живут комодские драконы только. Так вот у меня огромная исследовательская библиотека, она содержит и фотоматериалы, и видеоматериалы, и монографии, и архивные документы. Так вот если мы исторический, известный исторический период как бы с вами рассмотрим, не доисторический, а известный исторический период. Я говорю только о том, что можно увидеть собственными глазами. То история городов насчитывает два периода. Первый период это когда мы видим три вида городов. То есть это город-крепость. Мы видим что-то в виде Вавилона или Иерусалима, то есть некий такой культовый центр, как бы другой тип городов. The second type of the city, it resembles to Babylon or Jerusalem, so it's like a cult city. И некий третий вариант это торговый город, который как бы, в общем-то, основан на базе рынка, в центре, то есть сам городообразующий рынок. And the third type of cities are trade cities, I mean, when you have different markets, I mean, being central to that city, and they are things that shape it, the city. And these are very ancient, very old cities, the three types of them. И мы даже не можем сказать, к какому времени они принадлежат. It's even hard to exactly determine what would be the time they would, I mean, belong to. Потому что сколько будет учёных, сколько будет и мнений на эту тему. Because, I mean, we would have as many opinions, as many academics are in the world. И вот как бы есть строгое вот разделение, мы видим, когда возникает вместо трёх видов городов, пять видов городов. And in the course of time, we have a transformation when we see that three types of the cities become and turn into five types of different cities. То есть, почему пятёрка меняет тройку, опять есть множество гипотез, ну, на эту тему. And as for the why did this transformation happen, why we ended up having five cities instead of three, there are a lot of hypothesis about this. Но это города уже другой цивилизации. But those, I mean, five types of cities that have emerged are cities of a different civilization. То есть, если первые три типа городов принадлежали одной цивилизации, то эти пять типов уже принадлежат другой совершенно цивилизации. So, just to repeat in simple words, the cities that belong to the first period belong to a different civilization. И это, ну, они ярко отличаются от тех трёх видов городов, которые я говорил в начале. And these two types, two periods, have very different cities. They are different between each other. Ok. И эти пять видов выглядят так. And here's how these five cities would look like. Один тип городов – это города, очень похожие на Венецию. The first type of cities do resemble Venice a lot. New York. For instance, New York. Санкт-Петербург. 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 Одесса. Одесса. И так далее. And so on. Второй тип городов очень похож на Флоренцию. Second type of cities resemble a lot city like in Florence. На Великий Новгород в имперской России. To Великий Новгород, which existed during Imperial Russia. Киев. Киев city. И так далее. Третий тип городов. Third types of cities. Это города-символы. Are cities that are symbols. Такие как Мюнхен. For instance, Munich. Такие как Палермо. Palermo. И так далее. And others. Появился пятый тип городов. Такие как Хайдерберг. And the fifth type of cities that did emerge would resemble cities like Heidelberg. Такие как Пада. Падла. Такие как Болония. Болония. То есть где университет является градообразующей системой. То есть по сути свой университет образовал город. То есть в основе города лежит университет. And it is in its foundation. Да. Вот Модена в Италии такая же. For instance, Модена in Italy would also belong to this category. Which is in Toscana. Which is in Toscana. Okay. And the reason why these three first type of cities became, I mean, changed by five other cities. I mean, we do not have an answer to this. И как вы понимаете, они отличаются и символизмом эти города друг от друга. And as you'd understand, the cities are different by its symbolic part. И символической, смысловой нагрузкой отличаются друг от друга. And by what the symbols mean. И, в общем-то, воздействием психологическим на человека они отличаются кардинально. And the cities also drastically different from each other by the psychological impact that they have on people. То есть, если первые три типа городов. Имеют естественное воздействие на человека. Ну, представьте себе какой-то город, который расположен на высоте 2000 метров. Just to give an example, let's imagine a city that would be located at the height of 2000 meters. I mean, in the first place you have to somehow reach that city. То есть, пока вы будете подниматься, вы многое обдумаете. While you are trying to reach that city, you will reconsider a lot of things. То есть, это естественное воздействие. And this is quite natural impact. I mean, it doesn't belong on... То есть, человек сам выбирает, будет на него что-то воздействовать или не будет. So, it's up to a person. He chooses, whether something is going to impact him or not. То есть, вы можете подниматься, а можете туда не идти. Это ваше личное дело. I mean, it's your business, if you are going to go to that city or not. Ну, то есть, вы посмотрели наверх, 2000 метров надо подниматься, а вы думаете про себя. На фотографиях посмотрю, зачем я туда пойду и не хочу выйти туда. I mean, to put it simply, one person might just say, Okay, I'll just look at the images of that city. I don't have to physically go there. А другой человек скажет, Нет, а я в любом случае туда дойду и посмотрю, что там. But somebody else might say, No, I would like to see things with my own eyes, and I'm determined to go 2000 meters, I mean, to the up. То есть, по сути, это воздействие, ну, как бы, оно фактическое, то есть, естественное воздействие. То есть, тут выбор человека существует. So, when we say natural influence, psychological influence, it is all about the choice of a human being. То есть, например, такие, как, например, торговые города древние, туда еще доехать надо, то есть, хотите вы туда доехать или не хотите? Again, if we are speaking about the first period, when there were trade cities, again, there was a question, if one was willing to commute that long to a trade city. И если это, например, не Германия, а что-то другое, то вам еще нужно, как бы, понять, что, ну, когда вы туда приедете, у вас могут быть обмануты ожидания по причине того, что кроме руин, там, ничего, как бы, не осталось, и они больше интересны археологам, чем религоведам, там, например, или психологам, там, и так далее, и тому подобное. Поэтому, вот это естественное воздействие древности, как бы, то есть, хотите вы туда ехать, и с какой целью вы туда едете, да? And also, that psychological influence, it still even exists today. For instance, if we are speaking about all trade cities, if it is not in Germany, if it's somewhere else, one might be really disappointed, because there is nothing left of that trade city, except some ruins. So, that type of the city might be interesting for archeologists, for instance, but it would not be that interesting for religious scholars, or anthropologists, or somebody else. And here is a very, very important thing. When we are speaking about five types of cities, that emerge from the first period to the second, what's interesting about these cities, that nobody asks, or nobody decides, if they will impact you or not. they just influence us. And so, once you find yourself in the city as such, which would be one of the five categories, the city starts basically shaping and training you unconsciously on all levels of a human being. От религиозно-символического уровня до антропологического уровня. Starting from religious symbolic level or philosophical symbolic level until anthropological level. We have spoken about these things on the first panel. And so, in the 21st century, we do not have to deal with the first three types of cities, because they are back in the history. But these five types of cities that did emerge after those three ones. We live in this second civilization, where the cities look like this. So, just to make things easier for understanding, if we title that second civilization, where we live. I mean, we can see all these five types of cities anywhere. You can classify any city according to that. And they do influence us in a very drastic manner. Thank you very much for your attention. The location of the cities is very interesting for me. But I did not listen about the fourth type of the city. You complete only the first, seventh, third, and fifth. What about the fourth type of this classification? And the next question I have about the criteria which you put on your classification. And this is the influence on the person of all this cosmos, city cosmos. Before my paper, it is very interesting to listen to your answers. Thank you very much. And the second question is about the parameters, which you put in the tone. You said that the city is affected by people. What about the parameters? And for me it will be very interesting for my paper. Okay. Give me a sound. Could you please turn on our microphone? You hear us? Okay. I'm sorry. Excuse me. I miss one of the categories. Yeah. There is a type of small provincial city. There is a type of provincial city. In Italy and Germany. Вы знаете, он такой игрушечный, как из сказки Андерсона. Вы в него как бы приезжаете, там, знаете, там 100 домов стоит, там 2 бара и так далее. И маленький такой городок. И чем меньше государства, тем эти города интереснее. Чем больше государства, тем эти города менее интересны. И чем больше государства, тем эти города менее интересны. У русских есть такая поговорка в имперской России до 17-го года как бы была. Что в таких городах от тоски умирают мухи. They used to tell... So here's the verbatim translation of that proverb. In cities as such, even flies would die from boredom. Because they're bored. Да, территория огромная, территория огромная. And the territory is huge. И эти города, они оторваны от жизни, оторваны от всего. И там живут люди, вот они варятся, как, знаете, как борщ украинский. Как бы, собственно, в соку. И ничего больше не видят, и ни с кем больше не общаются. И вот это вот... И все один день похож на другой день, да? And those provincial cities, they are really, like, very isolated. And people are very detached from the outer world. So they are really... I mean, they have very routine life. And since Ukraine is much more smaller compared to Russia by its territory. То украинские города, они интереснее, как бы, чем российские города глубинки. Причина, еще раз повторяю, что это близость расположения ко всем остальным системам, как бы, государства. Ну, я имею ввиду, той территории, на которой оно расположено. То есть, если вам, извините, до большого города ехать, там, 100 километров, то, извините, вы можете это проделывать каждый день, хоть на работу туда ездить, при сегодняшних автомобилях. А если это Россия, где там расстояния измеряются тысячами километров, то только на самолете, собственно, ну, летать, как бы, да. Поэтому там, если мы возьмем Север, Сибирь, там, и так далее, там по сей день сохранились, ну, такие города, как бы, которые, как бы, где вот, ну, один день похож, ну, на другой, как бы, день. Хотим мы этого, как бы, не хотим. Я был в Натуве, я был на Севере, я был в Сибири, как бы, я был в этом, в Приморском крае, как бы, и так далее, и тому подобное. Ну, там, ну, жуткие, как бы, ну, вот эти дни, они тянутся просто, время застывшее, бесконечное, как бы, и так далее, и тому подобное. Отвечаю на второй вопрос. Отвечаю на второй вопрос, что я вкладываю в это озеро. Уважаемая госпожа Филиппович, позвольте я отвечу во втором вопросе на ваш вот этот вот вопрос, чтобы не задерживать конференцию, так бы. В том числе, в том числе, чтобы не было всех ждать, доктор Мальте делал комментарии, которые были связаны с этой регионе, так что это было просто примером, прощества. И, в том числе, во втором вопросе, о профессор Филиппович, вы понимаете, доктор Мальте, что бы ответить эту вопросу во втором ряду? Серьезно. Прокомментирую несколько тезисов профессора Филиппович. Прокомментирую несколько тезисов профессора Филиппович. Отвечаю на вопрос, почему София не стала центром, все очень, как бы, просто. В том, что чужие вещи, они, как бы, ну, никогда никого не объединяют. А, the reason is that foreign things, foreign things for a certain territory, they would never unite anybody. Да. То есть, как бы, если вы возьмете в синагогу и приделаете к ней кресты, как бы, то, если вы назовете это православным храмом, то вряд ли она перестанет быть синагогой. For instance, if you take a synagogue, and if you put orthodox crosses on it, it won't stop being a synagogue. And I thought that they tried to disguise that in some way. And it turned out that nobody tries even to disguise it, because when you enter to Sofia building, you see two plants from on the left and on the right side. Basically, the pictures before and after. То есть, кому нужны фотографии, могу показать. I can even show images. Еще раз выложу в своем account Facebook после панели. I would share that in Facebook, social media, right after this panel. Что касается исторической части, то, вы знаете, ложь никогда никого не объединяла. То есть, ложь людей атомизирует. Разъединяет. И поэтому, прежде чем кого-то объединять, надо сначала сказать правду. Но, как бы, если сказать историческую правду, то тогда может возникнуть огромное количество катаклизмов. И поэтому гуманисты говорят, что лучше жить во лжи, чем говорить правду, потому что иначе кто-то может пострадать. И перехожу, как бы, к самим городам, как учебной аудитории. Я вам расскажу маленькую историю. So, I'd like to start from a very short story. Мы работали в Италии. Once we were working with expeditionary corps in Italy. И, пока мы работали, мы встречались с несколькими профессорами. And while we were working, we met several professors. И, вот, о встрече с тремя профессорами итальянских я вам хочу за очень короткий промежуток времени рассказать. So, in a couple of minutes, I would like to share about those meetings with three Italian professors. И мы как раз занимались этой проблематикой. И один из профессоров Болонинского университета... So, we were looking into this problematics, and one of the professors from Bologna University... ...сказал такую фразу. Ну, если вы жили в Неаполе, то, понятно, вы могли научиться чему угодно. Это большой порт, там огромное количество людей прибывает. То есть можно было получить самые разнообразные знания. He said, if you have been living in Naples, then there is no hesitation that you have learnt a lot of things, because this is a port city, and there are a lot of opportunities to learn things. А если вы жили где-нибудь в деревне, в Апулии, в каком-нибудь селе, то, как бы, ну, что там, чего там могли научиться? Ну, только тому, чего там люди умеют. And conversely, if you have been living in Apulia, in a small city, then... Не, не Apulia, small city, один в деревне, возле Apulia. If you have been living in a tiny village near Apulia, then you probably learn quite... ...not many things. You are probably not that knowledgeable, allegedly, if you are living in a small city. Да. Вот это сказал первый профессор. So, this was the opinion of the first professor. И в его словах есть рациональное земно. And in his words, there is something rational. То есть, вопрос, какой это город. So, it's always, the question is, what kind of city are we dealing with? Да. Вторая история была в Калабрии, в Италии. And the next story, the situation has happened in Reggio Calabria. И я изучал клинковое оружие Калабрии. So, I've been investigating weapons of Calabria, edged weapons. Да. И я спрашиваю у профессора, это Калабрийский нож? And so, I pulled out one-edged weapon and asked professor, is this a Calabrian knife? А он открывает Wikipedia. And the first thing that he starts doing, is he opens Wikipedia. And I said, why would you use Wikipedia? This is your area of specialization. You can just tell yes or no. But he didn't listen and he was trying to serve Wikipedia. Можно было бы сказать, что это просто некомпетентный профессор. We could have said that the professor is not competent in this. Нет, он очень уважаемый профессор университета. Вот он все знают, все любят, и студенты его любят. И у него огромное количество работ. Очень уважаемый профессор. However, no, I mean, publicly he is perceived as a very respected academic who is very knowledgeable in what he is doing. No, просто википедия это очень важно. It's just for him personally, the source such as Wikipedia was very important. Для него. Yes, for him personally. Да. А живет он в Calabria? But he himself resides in Calabria. Вот видите, на него Calabria как-то так влияет, что ему постоянно нужна Википедия. So, why I've been describing the situation, just to show how Calabria influenced him in a way that he needs, for some reason, to use Wikipedia. Да. А еще третья история, она выглядела так. Я в Палермо в свое время как бы встречался с одним профессором. The third story is about my meeting in Palermo with one of the professors. И это был такой вот аристократ. And he was a noble man, noble type of man. Очень уважаемый человек. Very respected person in Italy. Да. И ему не нужна была ни Википедия. And he didn't have to use anything. No Wikipedia. Не его работы научной. No scientific works of his. Он вот сам был как ходячая энциклопедия этого города. Как мы видим, как бы разные города, они по-разному влияют на людей. Если мы возьмем, например, города класса Венеция и саму Венецию. То первое, что у вас возникнет, вы не сможете ездить на автомобиле по Венеции. The first thing that you are confronted with is that you cannot drive a car in Venice for obvious reasons. Вам придется ходить пешком. You will have to walk on your feet. Или передвигаться на катере. Or use, I mean, ship type of things like that are driving on the water. И даже когда вы доедете на катере, куда вам дойдете туда, куда вам нужно, то в любом случае после этого вам придется идти пешком. And even if you sail to the place you need to, after getting off that transportation, you have to walk on your feet. Если вы посмотрите на Венецию, вы увидите, как говорят, это греческий низ и нормандский верх, как бы, да, то есть, отблока. If you look at the Venice, as it is believed, it has two blocks. The upper part is Norman and the lower part is Greek. То есть это два совершенно разных мировоззрения, соединенные в одно. So two drastically different worldviews are combined into one. То есть это как коктейль из двух слоев, который не смешивается между собой. So that would be like, the Venice would be like a cocktail with two different layers and two different substances that do not mix among each other. И каждый человек видит одну из трех Венеции. Из двух, да? С трех. And one person sees one out of three Venecies. Один видит греческую Венецию. One person might see the Greek part of the Venice. Другая видит нормандскую Венецию. And another person will see the Norman side of the Venice. Но настоящую Венецию видит только тот, кто видит этот коктейль вместе, взаимодействие. И как вы понимаете, на этих трех людей эта Венеция повлияет по-разному, в трех разных вариантах. And correspondingly, this one Venice is going to shape different people in different ways according to the way they perceive the city. And the Venice by itself is a unique and outstanding place that cannot be modified by external factors. И чем серьезнее город, с которым вы имеете дело, тем вы меньше изменений в нем видите современных. The more serious, let's say, the city itself, the less you will see the modern modifications inside of it. Попробуйте в Палермо что-то изменить в центре города. Why doesn't one try to change something in the center of Палермо? Вас посадят в тюрьму. That person will be jailed right away. Попробуйте построить хоть одно современное здание. If you even try to build at least one modern building in the center of the Palermo. Попробуйте в Мюнхене в центре построить что-нибудь. Or try to do the same thing in the center of Munich. То есть вы увидите, что вам этого никто не позволит сделать. It will be obvious that nobody is allowed to do those things in the center. Они к реставрации центра относятся очень, ну, трепетно. They are very, very careful about the restoration of these old buildings in the center. Почему? And why? Потому что это та культура, которая формирует этот город, этот народ. Because those central buildings, those central parts are that culture that shapes that nation, that shapes that city. То есть это то, что их связывает с множеством поколений. That is what combines and links people with previous generations. Да. Для человека очень важно кто. Because for every human being it is very important who he is. И когда вы живете, например, в Нью-Йорке. And, for instance, if one is residing in New York. Где очень мало деревьев. Which has very small amount of green. И который является отражением Венеции. Which is a reflection of Venice. Let's say a model of Venice. Yes. In New York, even though if it's a reflection of that city, you do not see Venice in New York. Because you are nobody in New York. Because you are nobody in New York. Because if you are in the city and if you see nothing but a concrete, that means you are nobody, because you do not have that link with the past, And the city itself has no past. Because it's only out of the concrete. And, for instance, the people who built this city, who built this city, would not feel like anyone. Presumably, the people that were planning New York City did intend to fill themselves as nobody. Just a tiny drop of water in the huge ocean. I mean, on the background of huge skyscrapers. But this would impact only very average people. So, if the idea is clear and is clear, it's already stopped having any kind of impact, even psychological. Certainly, one understands how that city was planned and why it is so that person won't be affected by the city even psychologically. So, when we are speaking about the impact of a city as a training program for a person, I would like to provide some examples here. For example, in Palermo, even on the lowest level, which is anthropological, you are, I mean, this city forces you to become very attentive. If you are not attentive, somebody will definitely drop or pour a dirty bucket of water on your head. I mean, something messy and something quite interesting is going to happen to you in Palermo if you are not attentive. But once it happens to you, you are going to become quite attentive. Then something else will happen to you and you will become even more attentive. So, it doesn't matter which level do we take, if it's a philosophical, anthropological or neurophysiological, in any ways, Palermo shapes you as a personality that belongs to that place. And if you try to resist that environment, you will be in trouble. And if we go up to the level of religious or symbolic level of the city, you will never want to leave it. And I saw many cases when it's just so hard to take away Palermo from a person. He simply doesn't want to leave that city. And I've seen so many cities around the globe. But I think Palermo is such a city when it comes to its beauty that maybe, maybe only Venice can be a rival by its beauty. And Sicily and Venice are two extreme points of Italy. Thank you for your attention. Thank you.